Я обожаю манипулирование фактами, когда люди приводят, в пример, американские дома, у которых нет стиральных машинок, и российские дома, где стиральные машинки есть. А-а-а, так не работает. Вы тогда приводите, в пример, тоже российские дома без стиральных машинок. А еще я могу привести, в пример, российские дома без туалета дома. Круто, да? Без стиральной машинки дома, без отопления. В 21 веке в России очень многие люди топят дом дровами, углем. Целые регионы есть негазифицированные. В Великом Устюге стирают белье в речке до сих пор в 21 веке. Расскажите про Великий Устюг. Почему они не в курсе, что у вас там в каждом доме своя стиральная машинка, а? Раз уж начали говорить, говорите уж полностью, потому что вы понимаете, что есть люди, которые в курсе всего того, что происходит в России. Как так получилось, что в 21 веке у нефтегазовой страны газ есть не у всех? Как так получилось, что в нефтегазовой стране туалеты есть на улице у десятков миллионов человек? Вы тогда говорите полностью, а? В Нью-Йорке, если нет стиральной машинки в квартире, то квартира будет стоить дешевле. И я знаю людей и дома, где стиральную машинку можно иметь, но люди ее себе дома не ставят, потому что удобнее сходить в прачечную. Потому что эта стиральная машинка будет не их головняк. Они закинут в стирку, пойдут по магазину, потом вернутся, заберут, там, сушилку положат, если надо. А как тогда людям быть с Великого Устюга, например? А я знаю, что на таких деревеньх все гораздо больше и городов. А, я опять затронул секрет поли-шиннеля. Да? А таких вещах же... Скрепы там еще не отвалились, нет? Посмотрите.